Всем привет! Меня зовут Алекс, это канал Alex Kinder Toys. Сегодня у нас обзор китайского картонного чемодана с шариками-сюрпризами Лул. Это вам не куклы Лул. Здесь по-любому будет неожиданно, интересно и трэш-шово. Ставь лайк и поехали! Чемоданчик оборудован удобной ручкой для переноски. Судя по обложке, тут может попасться всё что угодно. Например, Майнкрафт, Щенячий патруль, Капитан Америка из Мстителей, Боевые растения. Что ещё тут есть? Манго и аниме. Всё, что пожелаете. Как говорится, сюрпризы на любой вкус и цвет. Внутри чемодана шесть шариков. Давайте быстрее откроем. Сзади у нас вот такие картинки. Ну, те же самые, что и спереди. Какая разница, что попадётся. Главное, чтобы качество игрушки было отличное. Будем надеяться на лучшее. По крайней мере, в начале. Откуда же этот шар открывается? Перфорации нарисованы. Но их и на самом деле нету. Воспользуемся ножиком. Сюрприз многослойный. Правда, никаких подсказок, наклеек нет. А вам ничего этот шарик не напоминает? Это же покебол, из которых появляются покемоны. И в которых их можно ловить. Покемонов я люблю. Так что шарик сам мне нравится. Непонятные иероглифы китайские. Тут что-то заклеено. В общем, скорее всего, надо нажать на эту кнопку. А, ну она нажимается даже через скотч. Так что зря я мучился, отклеивал. И тут непонятно, что внутри. О, а вот и подсказка. Как в куклах Лол. Огонь плюс подарки. Огненный подарок. Может, чермандер попался в шарики. Ой, наклейки из куколол положили. Но это-то зачем подделывать? Тут же явно не куклы. Шарик пока закроем. Уберём в сторону. И будем разбираться. Что это за непонятный механизм? Резиновый ремешок с иероглифами. И застёжкой. И вот такое непонятное сооружение. Похоже на какой-то механизм. То ли часы, то ли ещё что. Три стрелки. Тут нолик в виде наклейки. Ничего не открывается. Можно вытащить вот эту бумажку. Внутри, скорее всего, батарейки. А куда жать надо? Так. Нашёл вращающуюся деталь. Ну, вращается она. Что дальше? Есть кулибины среди моих подписчиков? Что это за изобретение такое? Напишите в комментариях. Я, похоже, не могу разобраться. Чтобы вкладыш внутрь положили. С инструкцией по применению. А ещё заметил. Вот такую грязь на ремешке. Но игрушку-то помыть перед тем, как запаковывать надо. И, скорее всего, этот ремешок можно прицепить к этим часикам. Если это часики. Наручные часы получились. Таким часикам любой рэпер позавидует. Попробуем второй шарик открыть. Может быть, тут что-то будет поинтереснее. О, покетбол другого цвета. Был у нас жёлтенький. А этот полностью розовый. Жмём на кнопку. Он открывается. Причём, смотрите. Он открылся так, что даже отломился. А, он скотчем склеен был. Вот эта штука уже была поломана, когда его запаковывали. Бывает и такое. Бесполезные наклейки. Типа со спецэффектами. Игрушка может плеваться. Либо менять цвет в воде. Либо плакать. Ага, конечно. А это что за зверь такой? Похож на бабочку? Или на павлина? Или это просто у него платье с такими полами? Я бы сказал, что это заяц. Хотя тут можно любое животное увидеть в этой морде. Вытянул лапу. На лапе яблочко. Качество, конечно, просто ужасное. А отсюда похоже на бананы. Может это банановая обезьяна какая-то? А ещё заметил одну особенность. Эти игрушки ужасно пахнут. Даже на руках запах остаётся. Опа! А вот и Майнкрафт. И это похоже какой-то зомби. И вот эта игрушка более-менее выглядит. Ну, фигурку из Майнкрафта они испортить не могли. И там просто кубики и пиксели. Кстати, вот и игрушки. Ножки подвижные. Ручки тоже подвижные. А голова вращается на 360. Да и даже по пикселям неплохо прокрасили. Вот эта фигурка мне нравится. С Майнкрафтом не обманули? Присутствует. Подсказка. Платье плюс леденец. Леденцовая девчонка. О! А это похоже щенячий патруль. Только что это за пёс? Как вы думаете? Напишите в комментариях. Я вот, насколько знаю, вообще ни о чем патруле не видел пса жёлтого цвета. Вернее, бело-жёлтого. Мордочкой вроде бы похожа на Скай. По крайней мере, она тоже коричневая и с розовыми глазками. Уши тоже как у Скай. Рюзачок с крыльями. Собачка определена. Скай по-китайски. Как вам? Ей даже лавы пустотелые сделали. Ну и, конечно же, накосячили в покраске. Логотип отсутствует. О, зато у неё голова вращается. Вот это китайцы любят. Чтоб голова на 360 крутилась. Как в фильмах ужасов. Ну и тут тоже косяки по покраске. Надеюсь, больше никто из щенячего патруля не попадётся. Странно как-то. В первом, в Покетболе, был вот такой непонятный механизм. А во втором, целых три игрушки. Причём все из разных серий. Чем дальше чемодан, тем всё интереснее и интереснее. Ну, это уже починке не подлежит. На очереди третий шарик. Хочу кого-нибудь из Марвел найти. Посмотреть, как их сделали. Либоевое растение. На картинках выглядит круто. Так, попался редкий шарик Лул. Вот такого цвета прикольного. Золотистого. Открываем. Тоже скотчем подклеим, чтобы не развалился. И тут квакозябра злая на нас смотрит. Да это же привидение. Правда без мотора. Жуткая, но симпатичная. Пасть у неё бездонная, чёрная и зубы чёрные. Ра много сладкого ел. Зубы почернели. Сладкого надо есть умеренно. А ещё напоминает аванкас. Похож чем-то. Взгляд злобный, безумный. Ну, про косяки в покраске уже говорить смысла нету. Они присутствуют в каждой игрушке. О, а у него ещё и ручки поворачиваются. Вот это они заморочились. Причём каждая ручка отдельно поворачивается. Что-то есть ещё в шарике. Естественно наклейки. Правда тут всего одна. Четыре уже поленились положить как предыдущих. О, подсказочка. Точно такая же как в предыдущем. Платье с леденцом. И игрушка из Майнкрафта. И это какой-то скелет. Правда желтоватого цвета. Ручки двигаются. Тут какие-то у него отростки есть на руках. Или это просто пластмасса осталось не обрезали. Скорее всего просто накосячили. Но принт в принципе сделали неплохо. Кто знает, как этого скелетона зовут. Напишите в комментариях. Продолжим раскрывать тайны чемодана. Пока мне всего этого понравилось только красное привидение. И зомби из Майнкрафта. Да и то с натяжкой. Думаю в нижнем ряду самое интересное положили. Вот и шарик какой красивый. С сердечком. Нажми на кнопку. Получишь игрушки. Эх, заклеили. Всё. Неужели у нас сейчас повторки пойдут? Вот этого я не ожидал от набора. Ещё один непонятный механизм. Наклейка та же самая. Ну, у этого ремешка хоть косяков покраски нету. Теперь у меня есть два неопознанных хронометра. Ну, а пахнут они отвратительно. О, вот это настоящий покетбол. Обычный покетбол из покемонов. Прям такого цвета он был. Открываем. И тут куча ништяков. Вот это здорово. Подсказка та же самая. Наклейка та же самая. Но зато есть вот такой дядька. Дядька странный. Судя по всему лучник. Это лук у него с солнышком. И огромная стрела. Похож на самурая. По крайней мере на по раскраске и костюму. По-любому из какого-нибудь аниме. Что-то дырка у него в голове. Даже палец можно засунуть. Есть идея, из какого аниме этот персонаж. А может это вообще Леголас из Ластелина Колец. В принципе, в нём что-то есть эльфийское. Мини Маус. Не ожидали? Я тоже не ожидал. Её даже на обложке нету. И вообще, откуда в Китае мини Маусы? И кстати, сделано более-менее. Смотрите, платье покрашено неплохо в горошек. Огромные лапища, которые даже двигаются. О, она им вращать может. Лицо средней паршивости, большой розовый бантик и огромные мышиные уши. Хвост отсутствует. Ножки двигаются. Может стоять, а может сидеть. Но вот это уже что-то. Хотя я лучше бы какого-нибудь Капитана Америку нашёл, чем Мини Маус. И остался последний товарищ. Без лица. А в руке серп. Ну хотя нет, это спина. Точно такая же дырка, как у предыдущего. Может они на пластике так экономят? Интересный костюмчик у этого персонажа. Видно какая-то броня. А это шлем. Да и серп необычный. Идей, кто это, у меня нету. Напоминает какого-то космического монаха. Так, ну-ка не падать. Надежда на последний шарик. На самом деле надежды уже не осталось. Всё уже давно понятно. Тут смотри, сколько грязи на шарике. Ну что, кого нам удастся вызвать на этот раз? Жмём. Ух ты, неожиданно. Что это за штука такая? И она в каком-то то ли песке, то ли пыли. Скорее всего пыль. Здесь в каких условиях это всё пакуется? После выпуска всё это утилизировать и помыть руки. Обязательно. Это какое-то зелёное существо. Есть отверстие. И внутри он полый. Сделан из резины. Может быть это шприцовка? Тогда где носик? Звуки прикольно издаёт. Как живой. Естественно наклейки, подсказки. И три шарика. Два розовых, один голубой. И они мягкие. И что с ними делать? Зелёный человечек, ты нам не подскажешь? Может можно сюда запихивать? В лес. Нажимаем. Так это стрелялка-пулялка. Ничего себе, что я обнаружил. И кстати, стреляет она мощно. Видели, с какой скоростью снаряды вылетают? Такой глаз выбить можно. Опасное оружие в последнем шарике мне попалось. И мне оно больше всего нравится. Давайте ещё запульнём. Надо же в кого-нибудь попасть. Есть. Подбили. Вот такие ужасные игрушки попадаются в китайских шарах-сюрпризах Лол. Качество отвратительное. Покраска кошмарная. Запах вонючий. Никому не советую это покупать. А что вы думаете об этих китайских шариках? Может кому-то что-то понравилось? А может вы уже покупали такие? Поделитесь, что вам попалось в них. Всем пока. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео. Жмите на колокольчик. Делитесь видео с друзьями. Ставьте лайки. Пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по печеку. Сегодня без сладкого. Да я даже и рад, что в эти шарики ничего съедобного не положили.